Алло, добрый день. Светлана Алексеевна? Да. Здравствуйте. Я из Восточного банка. Меня зовут Вячеслав Федорович. Отдел до судебного застания. Светлана Алексеевна, а у вас есть кредитная карта Комфорт. Вы по ней уже 78 дней задерживаете оплату. А по какой причине задерживаете оплату? Потому что я так хочу. Не совсем понял. А по какой причине вы задерживаете оплату? Я так хочу. Светлана Алексеевна, не понял. Бывает. Хорошо, тогда банк вам выставляет уже требования по оплате, по кредиту. Сумма требований на текущий момент. Минуту точну. 37 600 рублей. 37 600 рублей оплатите сегодня или завтра? То есть ты сейчас озвучил это, значит, банк выставил требования. Тебе не противно играть в этом бессмысленном театре абсурда? По возрасту-то уже должно как-то отвращение какое-то быть. Или может быть у тебя действительно представление о телефонном разговоре, как официальное требование о досрочном погашении всей суммы за должность? Светлана Алексеевна, не совсем понимаю вас. Я вот спросил, какие сроки вы оплатите 37 600 рублей сегодня или завтра? Соответственно, вывод один. Сиди дома на печи с бабкой. До свидания. Да. Ксения Сергеевна, это вы? Я. Компания МВА «Финансы», специалист административного взыскания Акимушкина Анастасия Игоревна. Разговоры записываются. Зану по вопросу вашей задолженности перед МИК-кредит. Вы 185 дней свои обязательства не выполняете. К какой причине? Потому что я такая. 170 109 рублей ваш долг. И какая бы вы ни была, вы эти деньги обязаны вернуть. Срок на окладе 19 ноября включительно. Ты что так волнуешься-то? Я на ты не разрешала со мной разговаривать. А я буду. Поэтому свою речь нужно контролировать. Зачем? Нужно свою речь, повторяю, контролировать. Промойка звонит. Я в вашем долге. Да, вы что? Вы говорили так? Это все в состоянии сказать? Была бы ты нормальной женщиной, уважаемой. Я бы сказала. Не ты, а вы. Очень приятно это исполняете вы обязательства. Моромойка. Того, которые вам были предоставлены. Не правда ли? Да. Елена Сергеевна, почему не выполняет свои обязательства? Почему ты падшая женщина, вы даёшь мне такие вопросы? Не ты, а вы. Женщина, 93-го года рождения, позволяет себе это разговаривать. Тебе легче так, да? Казалось бы. Казалось бы. Вот и казалось бы. Ну так что вы? А вы? В состоянии зарабатывать? Вы же получаете заработную плату? Да. Да, получаю. Ну, почему же не платите? А зачем? Почему же не платите? Свои долги. То есть я буду платить, не буду такие звонить, как ты. То есть у вас работы не будет. Работы не будет. Не будет работать. Очень плохо, очень плохо исполняете, повторяю, обязательства. Семьи Сергеевна вам получила. Поэтому на ваше воспитание время я даю. Время пошло. Ну, а сейчас, как предъявилось, Семьи Сергеевны, я тебе сейчас дам пару секунд, тебе убежать, чтобы тебе вслед не сказало много ласковых и нежных слов. А вы продолжайте. А я буду продолжать, да. И пусть все слушают, особенно ваше руководство, как я таких бледей, как вы и медленно. Продолжаем. И пусть я не понимаю, что у вас всех увольствуют, что они в чемные. И протираете штаны, и зарплату ни за что получаете. Руководство вот этой вшивой конторы, слушайте, она даже разговор вывести не может. А музыку мне включает. Да не нервничайте. Не нервничайте. Копите водички, успокойтесь. А в зеркало надо посмотреть, а то я сейчас посмотрю, конечно. Сколько ты мне так будешь песни свои включать? Хоть бы музыку нормальную настроили. Трихомуде неумытое. Алло. Да-да, я слушаю, говорите. Здравствуйте, компания ОК. Меня зовут Абалкумова Екатерина Ивановна. Ведется аудиозапись. Я не знаю, что Андреевна. Аудиозапись. Хорошо, вам поступил звонок по получению компании ОМК Маска. Данная компания оказывает вверх по брендам Бурнеза. У вас имеется задолженность в размере 29 873 рублей 30 копеек. Сумма актуальна на 16 ноября 2020 год. Данную задолженность у вас, в каком-то отмечании 23 июля 2020 года. Дэв, сломай, ты прищепка с ног, я тебя все равно узнала. Я тебя все равно узнала, так что внимай, не пытайся. Трихомуде, Сережа взял. Я не могу с тобой разговаривать. Вы меня слушаете? Не слушаю я тебя. облачу было все ноября выводите нет нет причина плечи это покажу а у меня денежки закончились и самой надо но в данный момент работаете работаю и работаете колыбиской официально все подтвердят потом адрес на данный момент пожелаете ну пишите город гагаринский улица гагариной дом с квартирой называть конечно обязательно дом космос квартира звезда да ведь андреевна очень серьезно относитесь к данному звонки несерьезно нет но в данный момент это фикт его информация о том что вы на контакт со мной не идете информацию не укрепляете веки распаники ребенок это ее зараза да и вот до полу население алло да здравствуйте альфа банк главный эксперт ирина вячеславовна спортовый департамент взыскания про срочные задолженности уведомляем вас о записи переговоров а сергейна это вы да вы на задолженности находитесь 34 дня по карте скажите вы не оплачиваете счет по какой причине да экономлю я экономная вы переплачиваете банку процент я пока ничего банку не переплачиваю я вот и экономлю на банке лишь не на себе экономить и возвращать эти средства так как начисляете неустойка на целых 1,5 процента давайте забирайте возвращайте так в любом случае вы будете оплачивать если вы сейчас не хотите оплачивать то в любом случае банк обратится в суд и в судебном порядке выставить четко оплату так вместо текущего потеряем 500 по статье 811 пункт 2 гражданского кодекса не будь зануда не зачитай мне эти статьи я их знаю более 20 тысяч рублей вы готовы будете эту сумму сразу оплачивать не не готова и не буду я ее сразу оплачивать так от чего вы отказываетесь от оплаты я экономлю на банке ну это не является уважительной причиной для меня не та жизнь настала чтобы свои закромно заработанные в банк нести ну не та жизнь наступила ну так вы потратили эти средства лимитные принадлежащие банку ну потратила и правильно я сделала жизнь одна да и не надо себе ни в чем отказывать была возможность взяла и потратила замечательно не обеднеете ну так у любого смысла возвращать эти средства забирайте забирайте нам фиксируете отказ от оплаты вам да хорошо знаете пока продолжите два контакта в неделе по федеральному закону 230 ой альфа банк не надо рассказывать мне про 230 вы его не соблюдали никогда безбашенное сборище круглых идиотов идиотов до свидания у вас платеж ждем решение вопроса погашение долга до свидания слушаю здравствуйте я слушаю вас это общество с ограниченной ответственностью региональной службы за искание с вами говорит с Санчулиева Юлия Ростановна это мне нравится запись разговора сейчас она говорит на Санчулиева Юлия Ростановна да была не поняла что я сказала да а не была а все хорошо так Ольга Сергеевна я вам звоню по поводу вашей задолженности по переначальному кредитору у МФК Манимэль сразу перейду к делу у вас сумма задолженности 87 171 рубля 54 копейки вот сейчас для вас действует новогодняя скидка новогодний дисконт вы можете оплатить 37 475 рублей 50 копеек а все так долго будет списано все пора поднимать тему Деда Мороза и Снегурочки значит ты будешь Снегурочка да передаешь просьбу Деда Мороза а я не хочу подарков от Деда Мороза не хочу ну если разговаривать дальше в этой теме то вот принимайте подарок от Снегурочки а подарок от Снегурочки никак не могу принять потому что настолько бесправна эта Снегурочка что сама подарить ничего не может почему да потому что работаешь по агентскому самая важная часть твоей работы это чтобы тебя все таки ну все таки тебя наделили гарнитурой и правом произнести речь которая строго обозначена скриптом за рамки которого выходить никак нельзя иногда и хочется иногда хочется заемщика послать иногда хочется душевную боль свою рассказать а нельзя скрипт ну хорошо я вас поняла так по поводу скидки да нет я в подарках я сама все заработаю мне подарки не нужны ну хорошо когда оплату будете производить да 87000 долго вот не собираетесь оплату производить нет по какому основанию оплата отказа а мне не надо оснований для того чтобы собираться или не собираться вы не имеете права отказываться в исполнении обязательства нет ну понимаешь не имею права отказаться а я вот отказалась и все и никаких ко мне мер не принимается как же быть то значит имею право отказаться и отказалась ой господи так на каком основании вы договор закручили с мамой никакое не нужно ну не нужно 27500 рублей взяли не оплатили я думаю что они с ними попрощались я одна плата вам не поступила Дед Мороз обломится так хорошо почему вы не оплачиваете зачем ну вы взяли деньги заключили договор ну мне дали заключение не оплачиваете вам сейчас предлагают скидку мне не надо можете закрыть по скидке почему не надо мне больше ничего не надо от этой компании ну оплачиваете это да всю сумму задолженность в чем проблема зачем на каком основании а мне не нужно оснований понимаете то что вы сейчас незаконно просто кто это сказал кто это сказал что я незаконна я считаю я законна а что вы такого сказали что что ну это вы считаете правильно вы считаете что незаконно давайте как достанется при своем мнении ну хорошо Ольга Сергеевна если дело достигнет сюда достигнет вершины правосудия тогда 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 вообще это не будет касаться вот вы прям не забивайте даже секун что будет тогда это я сама справлюсь ну раз вы уверены в себе оплатите свою задолженность что что если я уверена я тем более не буду платить все отлично ты запуталась отлично решение вы сама что утверждаетесь разговариваю так саму нет я не самоутверждает просто включай немножко разум и уже давно-давно пора бы со мной попрощаться не тянешь ты не тянешь еще если мне надо было самоутвердиться я бы сидела названивала вашу боку это коллекторское агентство и самоутверждалась мне это не нужно я езди самоутвердиться не езди показать а что вам нужно и что я умею покажите что вы умеете оплатите долг вот это вообще дни к месту это не нужно на каком основании вы не оплачиваете свою задолженность как вы любите говорить разговор принимает цикличный характер оплата не поступит в добровольном порядке зафиксируй этот долбаный откат чтобы у тебя там взаимодействие было со мной вот и больше и не так как это по кругу не надо как пластинка заезженная вроде молодая но бестолковая ну пока ну причем кстати не кричит он сейчас за разговор завершать я 20 ответа не получил я тебе ответила тебе все что нужно сделать это зафиксировать отказ от оплаты чтоб тяжело спокойно чтоб тебя не уволили не турнули оттуда отлично вы меня беспокойтесь или что у вас нет закона хлеба будет на новый год у снегурочки готовить как ты так пожить не пропащие раз работаешь что то будешь пропащие голодные я все-таки душа кем тебе считать человек который не оплачивает я считаю достойным человеком уважаемым человеком человек который может собой гордиться каком обществе должников пусть в обществе должников должник это нормальное понятие до юридическое законно и понятие Если вы гордитесь этих людей, главное, что я не нахожусь в обществе нищебродов, главное, что я не нахожусь в обществе подобных тебе попрошаек. Это намного лучше. И главное, что я не тяпкую за своего хозяина, то есть за своего хозяина, и не являюсь его рабыней. Да, они жируют, а вы за них бьетесь, бьетесь из последних сил. Это очень омерзительно. Мне устраивает моя работа. Мне нравится. Это еще хуже. Это еще хуже. Не уважать себя, значит полностью потерять себя как личность. Отговорки, но ты еще не доросла до того уровня, чтобы люди перед тобой оправдывались и какие-то отговорки тебе говорили. Да, я соглашусь, что тебя каждый день унижают. Я согласна, что тебя унижают. Опять же, ты сама в этом виновата. И ты принимаешь эти унижения, ты их проглатываешь. Ну и уже дошла до того уровня, что считаешь, что это хорошо и нормально. У меня от хорошей жизни пошла. Понимаю, что образование не получилось. Понимаю, что ты не можешь никуда пристроиться. Понимаю, что ты глупенькая. Я все это понимаю, но хоть пытаюсь все работать. Вы что, клеветой занимаетесь, оскорблениями? Клевета, оскорблениями. Видишь, ты даже понятие клеветы от оскорблений не можешь сказать. Ты все в одну кучу лепишь. А вам надо саморазвиваться. А чтобы саморазвиваться, необходимо не в телефоне сидеть, а надо читать. Надо самообразовываться. А читать книжки правильно. Ну, я думаю, что последняя книжка, которая была у тебя, это был букварь. И все. И вторая книжка, какая у тебя, это скрипт. А других книжек ты не знаешь. Да. Да, отлично. Само утверждайте дальше. Все, не пишите. У вас просто снова, видимо, кончились. Развивайся. Умней. Когда-нибудь тебе это пригодится, возможно. Все, давай, пока. Алло, здравствуйте. Да, да. Жанна Валерьевна, хорошо не слышите? Отлично. Меня зовут Евгений Борисович Прохоров, это Совкомбанк. Звонит вам, отдел выскания. Дело в том, что карта Халва у вас 13 дней на просроченные задолженности порядком 5000 рублей. Банк же выставил требование до 20 ноября. Срочно данная сумма оплатит. Где выставил-то? Вот это влетел. Я вам сейчас довожу данную информацию, Жанна Валерьевна. Ты мою требование. Жанна Валерьевна, давайте без ваших шуток сейчас. Банк выставляет требование до 20 числа оплатить. А я шучу. Даже ридесант свой полный. Я только в социале предпочитаю. Какой с тобой может конструктивный разговор быть, если ты настолько смешон со своим вот этим требованием, и я вам сейчас выставляю. Жанна Валерьевна, что значит смешон для вас? Вы деньги в банк должны. Деньги в банк должны. Пусть у вас там немножко вас морозит, стряханет. Себя приведет. В общем так, информацию регистрируй как игнорирование тревоги банка. Где находитесь сейчас? Тебя дома. Тебя жду. Хорошо, ожидаете последствия. Последствия для вас теперь будут ощутимы. Я вас предупредил. До свидания. Исчезни.